МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А теперь об этом и другом более подробнее. Очередную группу любителей поживиться за чужой счет задержали в курортном городе Капшигай. Правда, на этот раз оказались не доморощенные разбойники, а воры-гастролеры из южной столицы. Преступный квартет был задержан на выезде из города. В автомобиле, на котором передвигались подозреваемые, стражи порядка обнаружили чужое имущество, которое сейчас фигурирует как вещественное доказательство. Четверо мужчин в возрасте от 25 до 32 лет ранее уже имели конфликт с законом и привлекались к уголовной ответственности за совершение преступлений имущественного характера. Все они жители города Алматы. Причиненный ими жителям Капшигайского региона ущерб оценивается в сумму порядка 600 тысяч тенге. Пожалуй, мало кто из женщин не мечтает холодной зимой укутаться и ощутить тепло в настоящей меховой шубе. Только вот не у каждого хватает на это средств, ведь натуральный мех – удовольствие не из дешевых. Двое жительниц Панфиловского района решили во что бы то ни стало поиметь такие шубки. Факт кражи зарегистрирован 31 января. В полицию обратилась жительница приграничного села Нуркен с заявлением о краже 13 нурковых шуб, общая стоимость которых превысила 5 миллионов тенге. Как выяснилось, партию меховых шуб предпринимательница планировала вывести на продажу в Алматы. Сотрудникам Панфиловской районной полиции удалось в дежурные сутки установить и задержать двух женщин, обоснованно подозреваемых в краже чужого имущества. Обе подозреваемые являются жителями соседних сел этого же района. Похищенные шубы – все 13 штук – также удалось отыскать и возвратить законной владелице. Досудебное расследование по факту проводится согласно статье 188 части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан, то есть кража в особо крупном размере. На какие только аферы не идут граждане в своем стремлении к легкой наживе. Кто-то продает несуществующее жилье, кто-то предлагает услуги и не выполняет их. Но совсем оригинальным оказался 26-летний житель Алматы, обвиняемый в крупном мошенничестве. Молодой человек выдавал себя за работника прокуратуры и предлагал подсудимым освобождение от уголовной ответственности за определенную плату. Таким образом он нанес потерпевшим материальный ущерб на сумму около 23 миллионов тенге. Так и не выполнив своих обязательств. С тем, чтобы избежать возмездия, мужчина более года скрывался, однако был задержан и отправлен на скамью подсудимого. Выслушав все доводы, Талдыкурганским городским судом был вынесен справедливый вердикт. Виновен приговорить к лишению свободы сроком на 5 лет. Согласно материалам расследования, подсудимый 1993 года выдавал себя за работника прокуратуры, обещал потерпевшим содействие в освобождении от уголовной ответственности их родных. Установлено, что в 2017 году он неоднократно совершал мошенничество, то есть хищение чужого имущества в особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием. В качестве потерпевших в материалах следствия выступали трое местных жителей региона. В ходе судебного процесса подсудимый признал свою вину. Наиболее часто совершаемые преступления, которые отмечаются в сводках полиции, касаются имущества граждан. В частности, карманные кражи, которые совершаются в общественных местах. В прошлом году было совершено более 500 карманных краж. Общественный транспорт – одно из таких мест. Здесь в минувшем году совершено 402 таких преступления. В Толчеест тащить кошелек или телефон для профессионального карманника – как говорится, плевое дело. Поймать таких воришек можно, но довести до суда не так просто. В большинстве случаев такие дела завершаются примирением сторон. Но не в этом случае. В Талдыкургане завершился суд на 28-летней женщине, которая за один день обчистила карманы пяти талдыкурганцев. Материальный ущерб составил 400 тысяч тенге. И суд справедливо приговорил ее к трем годам лишения свободы. Второй раз с начала текущего года в сводках полиции Талдыкургана отметился факт порчи коммунальной собственности, а именно остановочных комплексов. Так называемые смарт-остановки сначала подверглись нападению вандалов-подростков, выдравших зарядные устройства, а теперь вполне взрослого человека. Житель Талдыкургана разбил придорожный павильон Казуэй возле въездной арки областного центра. После тоя в ближайшем ресторане мужчине захотелось по нужде, и он не нашел ничего лучшего, чем сломать закрытую дверь киоска и исправить естественные надобности внутри. В тот момент горожанин был в состоянии алкогольного опьянения. Павильон Казуэй еще не сдали в эксплуатацию. Охранник есть, но именно в тот момент его рядом не оказалось. Осматривал местность и не заметил непрошенного гостя. Позже, увидев душераздирающую картину, сразу позвонил в полицию. Те, в свою очередь, оперативно прибыли и задержали дебошира. Был в нетрезвом состоянии, поэтому свои действия не контролировал. Вину признаю, причиненный ущерб полностью остановился. Сегодня 4 февраля, около 0.45 ночи, в дежурную часу в воду города Талдыкурган поступило сообщение с адреса Алматы-Семипалатинск, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Был выдавлен медвестерзитель. В настоящее время, по данному факту, ведутся следствия действия. В Ильисском районе в последний день января в районную полицию поступило сообщение о разбойном нападении на заправочную станцию. Двое преступников напали на заправочную станцию, расположенную на автодороге Комсомол-Чапай. Как выяснилось, преступники действовали в масках. Связав охранника и кассира, они похитили около 200 тысяч тенге, а также, подогнав к автозаправке, грузовик с цистерной слили более 18 тонн дизельного топлива. Сотрудникам Ильисской районной полиции удалось в ходе оперативно-розыскных мероприятий установить и задержать двух подозреваемых и возвратить похищенное дистопливо. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания районной полиции. Похищенное дистопливо возвращено законным владельцам. Досудебное расследование проводится согласно статье 192 Уголовного законодательства Республики Казахстан, то есть разбой. Большую помощь в работе полиции по раскрытию совершенных преступлений оказывает Центр оперативного управления. Ежедневно здесь фиксируют сотни правонарушений, допущенные нашими гражданами. Именно сюда поступает вся информация о совершенных преступлениях и камеры наблюдения в толпе граждан выискивают подозреваемых. Наибольшее число систем видеонаблюдения установлено в городе Талдыкурган. Всего по Алматинской области при помощи Акиматов установлено 968 камер внешнего наблюдения. Большая их часть выведена на Акимат и участковые пункты полиции. Основной задачей Центра оперативного управления является незаметно реагирование на все виды правонарушений и преступлений. Принятие сообщений на канал 102 и направление комплекса силы полиции и следственной оперативной группы на месте происшествия. В январе 2019 года посредством камеры видеонаблюдения нами раскрыто 16 преступлений, что намного больше, чем по сравнению с прошлым годом января. Также 1500 административных правонарушений против 850 прошлого года. На сегодняшний день Центр оперативного управления задействована 821 камер, которые расположены во всех микрорайонах города Талдыкургана. Большую эффективность камеры оказывают при охране общественного порядка и обеспечении дорожной безопасности. Помогают незаметно реагировать на все виды правонарушений и направлении на место происшествия комплекс силы полиции и следственной оперативной группы. Следует отметить, что такая работа будет продолжена и в году текущим. По проекту, к примеру, город Талдыкурган должен стать безопасным городом, где преступникам некуда будет скрыться и возмездие за совершенные злодеяния неминуемо настигнет. Конечно, успех в работе зависит не только от технического оснащения, но и от самих стражей порядка, которые должны систематически повышать свой профессиональный уровень. В этой работе им помогает управление специальной подготовки. Это управление было создано совсем недавно, и его появление было продиктовано требованием времени. Трагические события, происшедшие с нападением на полицейских городах Казахстана, дало толчок к их созданию. В целях повышения профессионализма на систематической основе проводятся учебно-тренировочные сборы. В прошлом году такое обучение прошли более 800 сотрудников. Сейчас начинается очередной этап реформы правоохранительных органов. Это значит, что действующим сотрудникам придется проходить переаттестацию. Что подразумевает сдачу всех нормативов. В их числе не только знание законов и подзаконных актов, но и умение обращаться с табельным оружием и физическая подготовка. Поэтому мы ведем такую целенаправленную работу. Владение табельным оружием – особый пункт. Каждый полицейский должен в совершенстве знать материально-техническую часть, как пистолета Макарова, с которым стражи порядка заступают на службу, так и автомата Калашникова. Чтобы хорошо стрелять, каждый сотрудник полиции должен приходить в ТИР как минимум два раза в месяц. Все занятия проводятся под наблюдением инструкторов, которые объясняют основные правила обращения с оружием. В планах управления на этот год проведение ряда тактических учений по различным темам и улучшение качества огневой и специальной подготовки. На этом очередной выпуск программы «Полицейская служба» подошел к своему завершению. Будьте бдительны и помните, что только сообща, мы сможем навести общественный порядок. Ну, а если с вами что-то произошло, либо вы стали очевидцем правонарушения, либо преступления, незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102, либо по номерам телефонов соседского присмотра вашего региона. Ну, а если у вас есть вопросы по работе полиции, присылайте их на наши электронные адреса, которые сейчас вы видите на своих телевизионных экранах. До следующих встреч в эфире телеканала ЖТСО. До свидания.